Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы снова в арт-кафе «Господин Ветер», и я хочу познакомить вас с нашими удивительными гостями. Итак, Светлана Дудалева, певица, преподаватель, известный на всю страну педагог из города Ярославля, и Дарья Соколова, ну, такая восходящая звезда, я бы сказал уже, да, лауреат нескольких фестивалей авторской песни, тоже из города Ярославля. Девочки, здравствуйте! Здравствуйте! Очень здорово, что вы добрались из Ярославля к нам, и сегодня у нас будет разговор о тех фестивалях, на которых вы побывали, а мы еще поговорим в первую очередь о фестивале, который называется «Берег надежды», который проходит в Калуге. Но прежде чем мы начнем разговаривать обо всех фестивалях, о Дашиных победах, о Светиных заслугах, нужно послушать песню. Хорошо, я исполню песню «Дуэт для скрипки и альта». Моцарт в легком опьянении шел домой, Было дивное волнение, день шаленой, И смотрел веселым боком на людей композитор Моцарт Вольфганг Амады. Вкруг него были листья флипы, Легкий звон тара-тара, тили-тили, Думал он, да, компания напитки, Суета, но зато дуэт для скрипки и альта. Пусть берут его искусство задарма, Сколько требуется чувства и ума, Композитор Моцарт Вольфганг он гораст, Сколько требуется столько и отдаст. Ох, и будет Амадею дома в лед, И на целую неделю черный лед, Ни словечка, ни улыбки, ни мота, Но зато дуэт для скрипки и альта. Да, расплачиваться надо на миру, За веселье и отраду наберу, За виной, за ошибки до чиста, Но зато дуэт для скрипки и альта. Замечательно. Я знаю, что вы с этой песней, Даша, Стали лауреатом на фестивале «Распахнутые ветра». Да, это так. Да? Правильно. Вот. А где вы еще выступали? Ну, я занимаюсь в клубе уже 8 лет, И поэтому за это время я успела побывать на многих фестивалях, В том числе и в городе Калуга, Берег Надежды, В городе Сергеев-Пасаджу, Равинная Родина. В городе Санкт-Петербург, на этом береге и многих других. И все, в общем-то, успешно. Ну, фактически, да. Вот. Свет, ну, сколько раз тебе удавалось привозить делегации на фестиваль «Берег Надежды»? «Берег Надежды» 4 раза, наверное. 4 раза. И, ну, насколько я знаю, такая гегемония Ярославля просто в конкурсе. В хорошем смысле, особенно среди победителей. Ну, вот в этом году у нас так получилось очень удачно. Вообще разные бывали года, и побольше, по меньшему народу привозили. В этом году у нас такое выражается. Но всегда, в общем, Ярославль убедительно звучал в Калуге. Ну, я надеюсь, что он убедительно звучит, и не только в Калуге. Но что вы ждете вообще вот от фестиваля «Берег Надежды»? Это какая-то ступенька к более серьезным конкурсам, или вот получили там лауреатство и достаточно на это? Мне кажется, любой фестиваль – это вообще ступенька. Не обязательно к более серьезным конкурсам, менее серьезным. Любой фестиваль – это очень хороший стимул для дальнейшего продвижения, особенно для тех, кто первый раз приезжает на фестивали. Ну, и для создания, наверное, своего фестиваля. В конечном точке. Все-таки Ярославль – крупный город. Такое, я бы сказал, свое такое мегакультурное пространство очень мощное. И город до сих пор без своего фестиваля. Да, в Ярославле очень мощный раз движение авторской песни, как среди детей, так и среди взрослых. Так я был, я знаю. Были неоднократно. Три раза в один сезон по 800 мест. Это я видел своими собственными глазами. Заполняются залы полностью большие. И я думаю, что в этом году мы уже потихонечку планируем проведение нашего фестиваля детско-юношеского. Взрослый фестиваль у нас проходит летом, а детского-юношеского еще не было фестиваля. Вот мы хотим заняться в этом году. Надеемся, что с вашей помощью тоже. Я с удовольствием откликнусь, и если надо, чем могу, тем помогу. Свет, ну я знаю, что ты ведь не только преподаватель, ты еще и сама замечательная певица. Давай тебя послушаем, пожалуйста. Ну, в течение многих последних 11 лет я больше все-таки преподаватель. Ну, и в течение 20 лет уже занимаюсь клубом, в клубе авторской песни «Город Ярославль». «Я вас люблю, мои дожди». Я вас люблю, мои дожди, Мои тяжелые осенние, Чуть-чуть смешно, Чуть-чуть рассеяно, Я вас люблю, мои дожди, А листья ластятся к стволам, А тротуары словно зеркало, И я плыву по зеркалам, В которых отражаться некому, Где как сутулые моржи Машины фыркают моторами, И льются рельсы монотонные, Как серебристые лужи, Где оборванцы фонарей Придут шеренгою заляпанной, И осень огненный парик Сдирает ливневыми лапами. «Спасибо вам, мои дожди». «Спасибо вам, мои осенние, За все, что вы во мне посеяли, Спасибо вам, мои дожди». «Спасибо вам, мои дожди». Замечательно. Дашенька, а вот скажите, пожалуйста, Вы, я понимаю, что вы так и иначе, Конечно, свяжете свою жизнь Навсегда уже с авторской песней. А вы, как вы думаете, Будете вы делать авторскую песню В своей профессии, Или это будет, останется как доброе, Хорошее хобби, Замечательное, как круг друзей, Как замечательные фестивали? Да, скорее всего, я ставлю это как хобби, Потому что, за что я люблю авторскую песню, Это за ее душевность, За то, что вот, Когда люди собираются по общим интересам, И действительно, Ты получаешь такой заряд эмоциональный от них, Что ни с чем не сравнимый. То есть люди не приезжают там зарабатывать деньги, Не включают счетчики в глазах, А совершенно нормально делятся Своим внутренним состоянием с другими людьми. Я, кстати говоря, тоже об этом всегда говорю, Что вот основная проблематика Современной авторской песни в том, Что она стала переходить на профессиональные рельсы. Причем это никак не отразилось на качестве. Качество-то как раз и не выросло. Если взять обращики советского периода, И современного. То мы видим профессиональных авторов, Исполнителей так называемых, Современных. Они как бы не блещут качеством, Но тем не менее стремятся зарабатывать. То есть они делают форму, А в внутреннем качестве как бы вот уже все забывается. Ну да, теряется больше, чем приобретается. Хотя, конечно, это тоже работа, И если человеку предлагают за это деньги, В этом нет ничего зазорного. Другое дело, что это не должно быть основным Каким-то видом заработка. Вот я о чем. А кем бы вы хотели стать? Ну вообще, я сейчас в 11 классе учусь, И планирую поступать на психологический факультет. Хочу связать жизнь с психологией. Ну и авторская песня мне всегда будет в помощь, Потому что для меня это прежде всего общение, Вот поездки по разным фестивалям. И через это общение я познаю людей. Ну с разными типами, да? Да. Сталкиваетесь. Ну и у нас в клубе будет свой психолог. Что тоже немаловажно. Ну здорово, здорово. Дашенька, ну что ж, позвучите еще немного. Так, хорошо. Ну, как композитор может быть, да? Да, давай. А исполню песню «Я желаю тебе добра». Улыбаюсь, а сердце плачет В одинокие вечера Я люблю тебя, это значит Я желаю тебе добра Это значит, моя отрада Слов не надо Слов не надо И встреч не надо И не надо моей печали И не надо твоей тревоги И не надо, чтобы в дороге Мы рассветы с тобой встречали Вот и старость вдали маячит И о многом забыть пора Я люблю тебя, это значит Я желаю тебе добра Значит, как мне тебя покинуть? Как мне память из сердца вынуть? Как не греть твоих рук, озявших Непосильную ношу взявших Кто же скажет, моя отрада Что нам надо, а что не надо Посоветует, как же быть Нам никто об этом не скажет И никто узла не развяжет И никто пути не укажет Кто сказал, что легко любить Улыбаюсь, а сердце плачет В одинокие вечера Я люблю тебя, это значит Я желаю тебе добра Я желаю тебе добра Прямо на таком мажоре Здорово, хорошо Ну, вот что фестиваль Берег надежды дал вам? Ну, помимо, конечно, удовольствия Дипломов, грамот, медалей И всего прочего Ну, как общение В первую очередь, это общение Знакомство с новыми интересными людьми Встреча со старыми людьми Со старыми друзьями С которыми всегда приятно встретиться И с которыми больше нигде не увидишься Ну, а какие-то творческие открытия были? Вообще? За все эти годы? Нет, нет, я имею в виду на береге Ну, да, были творческие открытия Ну, во-первых, если из года в год видишь детей Одних и тех же То замечаешь этот творческий рост Очень приятно всегда Видеть ребенка, который вроде как И не подавал никогда надежды А вот на этом фестивале Вдруг раскрылся Вдруг раскрылся И причем хорошо так раскрылся Положительно Это всегда очень приятно Независимо от того Твой это ребенок Или же это ребенок Ребенок другого коллектива Все равно очень приятно Конечно, конечно Ну и для себя приятно Потому что мы приехали с фестивалей И у нас дети, которые первый раз поехали Которые никогда Четвертый год занимались Но ни разу не выступали И не были на фестивалях Тут это для них очень мощный стимул И мы вчера проводили свой конкурс Свой внутриклубный конкурс В котором у нас участвовало 40 человек Начинающих исполнителей Даша у нас как опытный исполнитель Была в жюри И мы заметили рост тех детей Которые у нас были На последнем фестивале Берег надежды Мне очень понравилось на береге То, что Когда уже прошел Отзвучал весь конкурс Отгремел в гала-концерт Ночной концерт Членов жюри Концерт-конкурс Членов жюри Перед молодежным жюри Вот это Открытие было потрясающе Вот этого я, конечно, совершенно Я нигде не видел такого Чтобы Вот Жюри было составлено из лауреатов Я так понял, да? Нет Или просто на выбор Да, на выбор Ребят Ну, тех, кто разбирается В лиме И, в общем Сидит молодежный жюри А основное Жюри поет перед ними И они его оценивают Вот даже такого не видела В этот раз У нас как раз все Все мастера Выступали в качестве конкурсантов Испытали все тяжести Да, да, да Ой, мы, оказывается, волновались Они так волновались Я, честно говоря, да Я даже так думаю Ну, ну что Ну, это же шутка А потом, когда Пришло время идти на сцену Я так чувствую А что же мне спеть? Я вдруг начал нервничать Да, да А когда дети им начали говорить Ну, вообще, понимаете, о чем вы поете? Да Ну, вообще, вот аккорд-то Вот вы разжигаете Правильно? Вообще То есть они им отомстили За все Да, да, да Свет, ну, возьми гитару, пожалуйста Ангела вам хранителя Белым покровом землю окутала Тихой мелодией в небе напета Ангела вам хранителя Доброго, мудрого Мирную обитель Многое лето Многое лето Ангела вам хранителя Доброго, мудрого Мирную обитель Многое лето Звонкими ручьями Позовет от порога Солнце лучами Путеводными нитями Ангела вам хранителя Светлую дорогу Малые вам печали Многие открытия Ангела вам хранителя Светлую дорогу Малые вам печали Многие открытия Яркими звездами Вышито небо Мир бесконечен Все ли упомнишь Ангела вам хранителя Насущного хлеба Рода продолжения И Бог вам помощь Ангела вам хранителя Насущного хлеба Рода продолжения И Бог вам помощь Здорово! А вот фестиваль в Ярославле Предполагается в каком формате Возрастном провести? Это предполагается Детско-юношеский фестиваль Мы знаем, что Журавлина родина до 19 Где-то до 18 А в чем разница? Я тоже большой такой разницы не вижу Но единственное, что 19 это уже точно студенты А в 18 Школьного возраста Студенты, если они захотят Участвовать до 19 лет Мне кажется, можно Даже никого ждете этот фестиваль? Да, конечно Много лет уже Дети много лет уже ждут этот фестиваль Каждый раз приезжая Журавлина родины Каждый раз приезжая С берега надежды С Селегера Каждый раз дети говорят Когда же мы будем проводить свой фестиваль? Когда же мы будем проводить? Но Селегер Произвел ваше ломляющее впечатление? Безусловно Безусловно Очень нравится Такий фестиваль С такой атмосферой Дружеской Действительно Нам очень нравится Что там Помимо участников Остальных Есть еще Туристы Люди, которые приехали Но не просто отдохнуть Вот в плане В лесу Посидеть у костра А именно Любители авторской песни Что они не просто там сидят Своим кружочком А они приходят на концерты Они поддерживают Просто вот люди Которые стояли рядом с нами Мы настолько им благодарны Они нас и подкармливали И подбадривали Они всегда просто успевали готовить Потому что мастерских много Мастерские очень интересные Мы всегда вот Любим просто с радостью Мы всегда бежим на мастерские Второй раз мы были на этом фестивале И второй раз Вот там есть мастера К которым мы просто Стремимся попасть И всегда попадаем Потому что этот фестиваль Проходит не три дня А как обычно Все фестивали А неделю Ну так вот Неутомительно в общем Это неутомительно И еще чем хорош этот фестиваль Вот мы тоже обсудили Что на всех детских фестивалях Гала-концерт И все разъезжаются после этого А здесь гала-концерт проходит И еще остается два дня Для нормального общения Когда уже никто ни с кем не конкурирует Когда уже можно Действительно просто вот Отдыхать И вот в такой непосредственной обстановке Знакомиться с людьми И общаться Ну а фестиваль в Ярославле Он Сколько дней будет проходить? Ну видимо тоже где-то 4 дня 3-4 дня Потому что это не лето Это учебное время Не отпустят В общем-то никого На такой срок большой Ну а Ну мне кажется Что для фестиваля Как раз меньше 4 дней Это Вообще сложно представить Ну это получается Конкурс Это получается конкурс Конечно Хотелось бы Чтобы это был фестиваль То есть не было бы вот этого Духа соревнования какого-то Чтобы было больше общения Ну вообще чтобы как-то Зрители получили в удовольствие От программ концертных Да И от всего прочего Ну дать вам Бог Вообще И Бог вам в помощь Потому что Самое главное ведь Это заложить камень Потом уже Когда фестиваль наберет обороты Уже будет легче Вот нужно сделать первый И очень качественный И тогда все будет хорошо У нас осталось время Буквально на одну песню Даже не так Давайте Смотри Исполню песню Хватит плакать Да Действительно Хватит плакать Хватит плакать Распахни глаза пошире Посмотри Какая в мире синева Солнце сыплет Разноцветные смешинки И от них У всех кружится голова Надо много хотеть Все на свете уметь Надо очень стараться успеть Ни о чем не грустить Все забыть, всех простить Мало дней нам дано, чтобы обижаться Надо много хотеть Все на свете уметь Надо очень стараться успеть Слышишь Слышишь, слышишь Где-то дальний колокольчик Слышишь, слышишь Как он весело звенит Словно где-то Звонко девушка хохочет Птица радость Незалеко к нам летит Что печалит тебя Пожалей же себя Ты же знаешь Былое не возвратится Надо все позабыть День грядущий Любить Надо азбуку счастья Учить Ни о чем не грустить Все забыть, всех простить Мало дней нам дано, чтобы обижаться Надо много хотеть Все на свете уметь Надо очень стараться успеть Спи, покуда Солнышко еще не встало Спи, покуда На земле еще темно Верь, что сбудется Все то, о чем мечтала Птица радость Села на твое окно Здорово Даша, а книги вы любите? Безусловно, литература Один из самых моих любимых предметов в школе Мне почему-то казалось, что вы выберете филологию Ну, это тоже хобби останется Да Ну, дай бог, конечно Потому что Я всегда говорил, что авторская песня Это часть именно литературного процесса И, ну, хорошей литературе никогда не мешает хорошая музыка Тут все в порядке И сегодня вот я, например, получил огромное удовольствие От исполненных произведений Так что вот, огромное вам спасибо Что выбрались к нам Спасибо вам за приглашение Вот, ну, осталось буквально несколько секунд Дашенька, что бы вы пожелали своим сверстникам? Я желаю им, чтобы они поставили перед собой цель И действительно доходили до нее То есть бойцовские такие прямые качества у Даши? Ну, чтобы были целеустремленные Потому что, мне кажется, сейчас этого не хватает Вот так вот? Да То есть вот такой вот жесткости Нет, не жесткости Не то, что цель оправдывает средства Просто иметь цель в жизни Да Чтобы было к чему стремиться, было к чему идти Развиваться, да Ну, понятно Понятно Спасибо вам огромное Спасибо Спасибо, что выбрались Спасибо и вам, дорогие телезрители Мы прощаемся с вами Смотрите арт-кафе «Господин ветер» Спасибо